Дело так называемых обманутых пайщиков совхоза имени Ленина вновь находится в суде. На днях продолжится рассмотрение их очередного иска. Юридическая необоснованность претензий к совхозу имени Ленина неоднократно была подтверждена судами различных инстанций. И вот новое дело. С той лишь разницей, что на этот раз оно получило беспрецедентный резонанс. Подробности в нашем материале. Утро выходного дня. Администрация совхоза имени Ленина, начальник юридического отдела Светлана Смирнова, готовится к ближайшему судебному заседанию. Для нее дело якобы обманутых, якобы пайщиков – многолетняя история. Все судебные разбирательства по этому вопросу заканчивались подтверждением законности действий администрации совхоза. Так было в конце прошлого века в 2006, 2015 и 2016 годах. И вот новое дело, в котором нет и половины документов, на которые ссылаются ИСЦИП. Собственно говоря, их и не может содержаться, потому что многих документов просто не существует. То есть они так считают, что они были или должны быть, но уже неоднократно было установлено, в том числе и вступившими в законную силу судебными решениями, что каких-то документов просто быть не могло. А именно, не могло быть документов о земельных паях, потому что земельных паев в совхозе никогда не было. В советское время он был опытно-показательным хозяйством. Согласно постановлению правительства Российской Федерации номер 708, при реорганизации выделения паев земли в совхозе не допускалось. Что касается пайщиков, в совхозе Ленина никогда не было паев. У нас были акционерные, с 95-го года мы акционерное общество, и вся земля до 95-го года, с 91-го по 95-й год была в коллективно-совместной собственности, а потом перешла в уставной капитал. Акционерами стали все члены трудового коллектива, в зависимости от зарплаты и стажа. Так называемые обиженные пайщики до сих пор владеют ценными бумагами. В 2006 году они стали утверждать, что при акционировании их подписи были подделаны. Выясняется, что большинство из тех, кто заявил, что их подписи недействительными, врут. Оказалось, что подписи их действительны. Потому что там среди них бывший главный бухгалтер, который все время подписывал документы. То есть образцов почерка очень много. Есть еще одно немаловажное обстоятельство. О нем говорится практически во всех решениях судов по данным делам. Сроки исковой давности прошли очень давно, потому что на такие требования распространяется общий срок исковой давности 3 года. Соответственно, что если с 1995 года совхоз организовался, был зарегистрирован, то у нас идет уже 23 год. То есть, ну, как минимум, срок исковой давности пошел восьмой раз. За эти 23 года совхоз имени Ленина превратился в мощное социально ориентированное предприятие. Поселок хозяйства полностью поменял свой облик. На месте пустырей и старых гаражей – современные здания и парки. Совхоз помогает людям приобретать жилье, обеспечивает высокотехнологичную медицинскую помощь. Пенсионеры получают доплаты и даже овощи на зиму. Лучшая школа Европы, по оценкам ЮНЕСКО, находится именно здесь. Но, по мнению обиженных пайщиков, в совхозе ничего не изменилось с 90-х годов прошлого века. Вот они сейчас написали в суды, госпошлина по одному делу 60 тысяч, бедные пенсионеры нашли 60 тысяч и вложили их. И плюс еще наняли недешевых адвокатов, там четверо адвокатов сидят, такие интересные. В администрации совхоза имени Ленина уверены, дело о земле не случайно всплыло именно сейчас. Активизация пайщиков всегда совпадает с предвыборными кампаниями директора совхоза. В прошлом году Павел Грудинин был кандидатом в депутаты городского поселения Видное. И в суд были поданы несколько заявлений о так называемых пайщиков. Но тогда эти заявления суд даже не принял к рассмотрению.